Мы продолжаем читать наставления преподобного Ефрема Сирина из второго тома «Добротолюбие». И сегодня мы начнем третью главу, третий раздел сборника его слов из речений. Самый первый абзац. «Всем, которые посвятили себя Богу и всегда стараются представить или сасывая жертву живую, святую и благоугодную Богу, надлежит согласно со священными обетованиями Евангелия и прочих святых писаний веровать, что, предав себя на всякое дело благое, на всякое упражнение в добродетель, они с благодатью Христовою и силой Божьей могут получить совершенное избавление и очищение от страстей бесчестия, возбуждающихся в душе и теле, невозможные для нас, возможно для обетовавшего Бога. К тому же греховные страсти впоследствии превзошли в душу, превзошли в душу и тело вследствие преступлений первозданного человека». Вот такой абзац, вот такое начало его «Всем, которые посвятили себя Богу и всегда стараются представить тела свои в живую жертву, святую и благоугодную Богу, надлежит согласно со священными обетованиями и прочих веровать и предавать себя». Мы поначалу, когда читаем эти слова, эти строчки, как, собственно, привычные, мы же читаем аскетическую литературу, мы читаем подвижников, святых отцов, монахов, аскетов, отцов-пустынников. Вот, и читаем мы, ну, скажем, как бы, как привычное начало, как, ну, собственно, что, не обращая внимания никакое на начало этих слов, оно типичное для данной литературы, и мы поэтому никаким образом не обращаем особого внимания. Вот, потому что, раз литература написана монахом, монахами написаны для монахов, естественно, как раз монахи есть те, которые посвятили себя Богу, есть те, которые, естественно, должны там принести себя в жертву Богу и предать себя на исполнение заповеди Божьих. Все как бы нормально, все хоро-хоро, все привычно, как это часто в нашей жизни бывает. Мы не сразу понимаем, что речь идет не о монахах, речь идет о любом христианине. Ведь именно, по сути дела, слово апостола Павла здесь вставлено, это слово относится ко всем христианам, а никак не к монахам. И писал апостол-то Павел-то явно уж для всех христиан, а не для монахов. И, конечно, когда мы прочитаем внимательно, вот, скажем, первый абзац, внимательно, вдумчиво, и вдруг до нас дойдет смысл, что вообще-то это про нас пишут, для нас пишут, то есть это мы должны, это мы как бы должны ощущать себя, как посвятившими Богу, это в силу того, что мы посвятили себя Богу, мы должны представить тела свои в жертву, живую, святую, богоугодную Богу, а стало быть и жить согласно священных обетований и прочих Евангелий, и прочих священных писаний, и придать себя на всякое дело благое и всякое упражнение добродетельно. Вот, это мы должны так делать, и, конечно, когда мы, наконец, до нас дойдет смысл прочитанного отрывка, смысл того, что мы вот здесь видим, то, конечно, у нас рождается, ну, или протест, или страх. Протест, вот, как в целом, очень часто рождается протест против аскетической литературы, причем очень даже уважаемых порой людей, и очень ревностно, как, по крайней мере, им кажется, относящихся к Евангелию и заповедям Божьим. Вот, естественно, протест, понятно, протест естественный, или рождается страх, а потом страх, потому что человек понимает, что вот в том состоянии, в котором он пребывает сейчас, ему, ну, никак не спастись. И, предвидя и то, и другое, мне, лично, меня всегда, не сразу, конечно, это началось, а спустя, там, прочтение этих книг на какой-то раз, и после того, как сам становишься старше, меня начинает, как бы сказать, удивлять, наверное, удивлять, что, по сути дела, и во времена апостола Павла, и во времена преподобного Ефрема, и во времена Максима Исповедника, и уж, конечно, во времена, там, Семена Нового Богослова или Григория Паламы, люди жили так же. Были и Григорий, и Симеон, и Максим, и Исаак, и Ефрем, и Павел, они были. Ну, а в целом, люди, не желающие жить по-христиански, тоже были. Они так же жили, как мы живем, так же ходили в храмы, и так же предавались расслабленности, как это делаем. И поэтому та ситуация, о которой описывают святые отцы, та внутренняя полемика, скрытая даже в аскетических сочинениях, она не только касается нас, не только мы так случайно узнаем себя в оппонентах святых отцах. Ну, и реально, эти оппоненты были точно такие же, как мы. Вот, и во времена Ефрема Сирина были люди, которые так думали, протестовали, может, ярче всего о них пишет Симеон Новый Богослов, протестовали, возмущались и боялись, когда до них доходила мысль, до сердца доходила мысль, что действительно так, как они живут, жить нельзя. Это не христианское житие. Вот, и этим первым абзацом, по сути дела, Ефрем Сирин начинает только, дает предлог, он как бы бросает за травку, а в следующих абзацах он развернет перед нами размышления о вступлении человека в церковь, напоминая нам о том, о чем мы постоянно, как мы, нынешние, так и христиане времен Ефрема Сирина, постоянно забываем. Второй абзац начинает Ефрем Сирин, рассказ о том, почему нам не нужно протестовать, и почему им не нужно отчаиваться, и почему все наше представление о том, что мы должны делать, придя в церковь, оно в корне неверно. И мы немало не исполняем ни обетов крещения, ни слов апостольских, ни заветов евангельских. А почему это происходит, вот он начинает разговор. Мы, верующие, приняли через святое крещение залог благодати как талант для многократного умножения и превращения через то обетованного наследия. Божественный и утешительный дух, данный апостолам и через них преподанный единой истинной Церкви Божьей, с минуты крещения пребывает в каждом приступившем к крещению с чистой верой. И каждый получает сей мнас для приумножения, возделывания, превращения, как сказано в Евангелии. Самое главное, что мы забываем, всегда забываем. Забываем потому, что мы хотим об этом забыть. Мы забываем потому, что враг нашего спасения, недремлющий враг нашего спасения, он очень хочет, чтобы мы об этом забыли. В таинстве святого крещения мы получаем благодать святаго духа. под таинством крещения. Ефрем Сирин не разделяет это таинство, называет это как единым таинством, включая в это таинство крещения и миропомазание. По сути дела для него это таинство рождения в Церкви, таинство вступления в Церковь, таинство соединения со Христом в Духе Святом. Он не проводит разделение, как потом будут проводить люди. До него некоторые проводили, разделяя таинство крещения и миропомазание. Но в целом на бытовом уровне мы тоже не разделяем. Человек пришел креститься, предполагается, что он крестится и миропомазание. И так вот, вернусь к мысли, что самое главное, что мы забываем и очень хочем забыть, это то, что мы в таинстве крещения получаем благодать святаго духа. Конечно, доктринально, вероучительно, через, скажем, закон Божий, мы знаем или там, прочитав какие-то книги о таинстве крещения, мы представляем на уровне восприятия нашего вероучения, что действительно в таинстве миропомазания происходит запечатление на святым духом. Мы это, точнее бы, я бы так сказал, наверное, это мы как бы знаем именно, как бы знаем. То есть это некое неглубокое, дискурсивное, поверхностное знание о том, что нас этому учат. То есть мы это прочитали в книге, ну и ответить, наверное, об этом, рассказать об этом сможем. Но мы не знаем этого своей жизнью. Мы не помним об этом живой своей памятью. Мы не живем, не проживаем это и не помним той животворящей памятью, в контексте которой Христос заповедовал нам творить Евхаристию в его воспоминаниях. Мы буквально не помним о том, что мы имеем в себе благодать святаго духа, что мы запечатлены в день нашего личного искупления, этой самой благодатью святаго духа. Это наша личная пятидесятница. Для нас, скажем, богослужение святой Троицы с известными молитвами, коленопреклоненными, значит больше с точки зрения молитвы от благодати святаго духа, чем своя личная пятидесятница, совершаемая в таинстве крещения. Мы действительно не помним, хотя по мысли апостола Павла все благовестие апостола Павла, оно строится как свидетельство о том, что дух нам дан, и мы должны об этом помнить. Он говорит о Христе, он свидетельствует о Христе, но свидетельство о Христе, это именно свидетельство о том, что мы, приняв благодать святаго духа, ведь именно этим занимались апостолы, они присоединяли, соединяли со Христом людей, они укореняли их во Христе, потому что сводили на них благодать святаго духа. И поэтому, если бы мы, например, взяли на себя труд и внимательно прочитали послание апостола Павла, ни один, ни два, ни три раза, и не просто прочитав, а вникнув, что он хочет сказать, попытаться разобраться в этом благовестии, о чем он говорит чуть не в каждой главе, особенно таких посланий, как послание к римлянам или послание к коринфянам, то мы бы поняли, что для него вот эта память о том, что мы в духе, память о том, что нам дух дан, память о том, что в силу этого мы святые, для него является некой системной, это некое антологическое свойство человека в церкви, память о том, что он святой, память о том, что в нем святой дух, память о том, что он, повериво Христа, получил благодать жизни, благодать Бога, благодать святаго духа, и отныне Бог живет в нем, он стал сосудом святаго духа. Для апостола Павла это было принципиально важно, ну и, собственно, для первых христиан, да и для всех последующих святых людей, святых отцов. Если человек не помнит этого, если у человека отсутствует память о том, что он во Христе благодатью святаго духа, значит, дух святой живет в нем, отсутствие этой памяти делает невозможной жизнь во Христе. Человек не ощущает себя как и свою жизнь, как жизнь во Христе. Для того, чтобы это пережить, для того, чтобы это ощущать, он должен, несомненно, помнить всегда о том, что Бог в нем живет. Он живет в Боге. Так вот, когда память о том, что я в Боге и Богом жив, когда память об этом уходит, человек начинает уже жить не во Христе, а жить перед Христом и служить Христу, так бы, как он служил любому Богу. Он начинает приносить ему жертвы, начинает приносить ему какие-то служения, молитвы, чего-то от него прося, иногда требуя, что-то от него ожидая, вот, и, естественно, боясь каким-то образом что-то сделать плохое, чтобы он не наказал. То есть, христианство, вместо того, чтобы стать жизнью, для человека становится религией. Все потому, что для христианина ключевым, основным, важнейшим принципом переживания, его личного переживания после крещения является память о том, что он запечатлен благодатью Святаго Духа. Вот, и в этом втором абзаце преподобный Ефрем Сири называет благодать Святаго Духа, которую каждый человек получает в Таинстве Святаго Крещения, он называет залогом благодати. Залогом благодати. Это слово, взятое из второго послания Коринфянам. То есть, благодать человеку уже дана, но дана ему в залоге. То есть, человек способен ощущать действие благодати, ощущать новую жизнь в себе, ощущать себя причастным к Богу и способен действовать этой благодати. То есть, благодать способна его животворить на какие-то поступки, дела, мысли и слова. Все это происходит в ожидании наступления полноты. Не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть, залог благодати, именно залог, не вся благодать, не полнота, а некий залог этой благодати есть в нас. И мы ждем, когда наступит полнота. Такой образ, тоже взятый из апостола Павла, он использует в связи со словом залог, использует слово обручение. То есть, человек как бы обручен. Древние отцы, особенно такой апостольского века, уже апостольских, они любили называть церковь церковь невестой Христовой, невестой Агнца. Именно невестой, потому что мы именно имеем залог, мы обручены жениху, обручены Христу, обручены Богу. Полнота его, соединение с ним, полнота, когда вот между нами не будет никакого зазора, когда будет Бог все во всем, не будет ни зла, ни темноты, ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но будет только Бог все во всем. Вот эта полнота, она еще ожидается нами, она еще наступит, а мы как бы пока обручены. Но что такое обручение? Обручение предполагает ведь не только юридическую сторону, как мы любим об этом говорить с легкой подачей западных богословов, не только юридическая сторона, что вот мы находим в неких обязательствах, нам нужно хранить верность и вот по прошествии какого-то времени мы сочетаемся браком. Обручение не только это, невеста, ну по крайней мере нормальная невеста, адекватная невеста, она живет в ожидании брака, она живет ожиданием радости и уже радуясь, она радуется, но это радость ничто по сравнению с той радостью, которая будет у нее на брачном пире и потом, когда наступит полнота обладания тем, кого она любит, обладание жизни пред лицом того, который будет, любит ее больше всего. но уже любая невеста, она предощущает эту радость и каждый день приближающий ее к свадьбе, каждый день приближающий ее к браку, для нее радости, она ждет и с каждым днем эта радость становится больше, но нам важно в данном случае то, что и эта радость, какая-то радость и какая-то сладость, пусть не в полноте, они в невесте уже есть и уже ею вкушаются и радость и сладость, брак будет, она с каждым днем осознает, ощущает, наполняется ожиданием брака, все полнее и полнее, все отчетливее, отчетливее для нее мысль, что брак несомненно будет и брак будет счастьем, если в состоянии невесты так сладостно и хорошо жить, ожидая, когда наконец возлюбленный займет, то есть я займу в жизни возлюбленного полноту места и не будет никто меня больше отвлекать от возлюбившего меня и каждый день приобщает ожидающую невесту радость, она знает, что радости будет несравненно больше, но все-таки она эту радость уже испытывает и ощущает, вот таким образом и человек, ожидающий полноты Царствия Божьего, ожидающий горни в Иерусалиме, он уже имеет благодать, уже имеет радость, хотя именно потому, что он имеет эту радость, именно благодать, он знает, что то, что ждет его за порогом смерти, оно превосходит все самые смелые его ожидания и каждый день прожитый в вере приумножает в нем это предощущение радости, предощущение полноты, предощущение любви. С каждым днем растет радость, ощущение того, что обещанное подлинно такое, что его нужно ждать и, хотя она не пребывает, невеста не пребывает в полном единстве с женихом, но живя, проживая каждый день вне этого единства, она жаждет его все больше и больше, пока наконец это единство не будет ею достигнуто совершенное единство в день совершения брака. Но залог, залог благодати это не только радость, не только утешение и не только ожидание большего, это еще и семя жизни, как здесь говорит апостол Павел, ссылаясь на притчу о минах или притчу о талантах, каждый из нас получает сейм нас, талант, говорит он выше, залог благодати как талант для многократного умножения и приращения через то обетованного наследия. То есть это еще и семя жизни брошенное в нас, некий данный нам талант, суть которого в том, что его приумножать. И вот это вот приумножение таланта, который нам уже дан, попытка, то есть усилие для того, чтобы семя проросло и принесло плод, вот это действие души и называется стяжанием благодати Святаго Духа. То есть когда мы читаем, скажем, ну больше всего мы у него слышим, когда мы читаем беседу преподобного Серафима, должны понимать, что речь идет не о том, что у человека нет духа и надо его получить, а в том, что дух-то уже есть, и вот из контекста беседы это очень хорошо понятно, дух-то уже есть, надо понять, что его приумножает. И это важно, потому что именно то, что его приумножает, оно и есть его воля. Как бы мы знали его волю, если бы его самого в нас не было. Мы стяжаем благодать Святаго Духа тем, что мы приумножаем его присутствие в нас, мы помогаем семечку жизни прорасти. Он уже есть в нас, этот дух, но чтобы он животворил, необходимо дать ему возможность прорасти, иначе эта семечка захереет, иначе эта семечка вянет, умрет, как в притче о сеятеле, возможно, такие варианты, и никакого плода мы принести не сможем. Вроде дух был дан, а плодов его, плодов духа мы не принесли, а рад, что он не смог в нас прорасти. Мы туне даром напрасно приняли дар Божий. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова